Добрый день, друзья! Добрый день! Это видеоблог «10 минут жизни в Канаде» Ольгой Владимир. Ольгой Владимир. Владимир и Ольга. Мы продолжаем наш сериал «10 шагов на пути в Канаду». И сегодня у нас третья серия, которая называется «Как выбрать колледж и какие популярные профессии в Канаде». Если вы не видели первые две серии, мы рекомендуем начать с первой. Включайте это, да, возвращайтесь. Не смотрите эту серию, начните с первой. Они, в принципе, между собой взаимосвязаны, они идут в логической последовательности. Да, и дальше вам какой-то порядок действий для того, чтобы приступить к эмиграции. Да, поэтому желательно начать все-таки сначала с вашей мотивации, с вашего плана действий. И самое главное – с изучения английского и сдачи экзамена «Артс». То есть проверить ваш уровень языка и дальше же. А следующий шаг, когда вы понимаете, что уровень языка у вас достаточный, уже идет выбор колледжа. Хотя, в принципе, выбор колледжа и выбор и сдача экзамена по английскому, они, в принципе, могут идти параллельно эти процессы, поскольку разные колледжи, разные требования к английскому. Практически у всех одинаковые, но, в общем-то, без шага номер два, шаг номер три завершить не удастся. То есть поступить и уже поддаваться на программу. Поэтому рассказываем о колледжах в Канаде. Итак, что из себя представляют вообще канадские колледжи и университеты, и вообще? Канадское образование, которое после школьного, оно считается одной из самых лучших вообще образований в мире. Канадские университеты входят в топ университетов мировых. Ну, на самом деле, канадский первый университет, который, по-моему, в 23 или 24, он, это Торонто Университи. 21, я по-моему, смотрю. Да, потом недалеко от него могил, и где-то там на третьем месте, или наоборот, университеты в Бритиш-Коламбии. Для сравнения лучшие университеты России, там, 400 с лишним. Не по-моему, 190. Ну, то есть, ну, или во второй, в сотню, или в третьей. Ну, то есть, как бы, есть к чему стремиться. Соответственно, колледжи тоже не пасут задних, они, в принципе, тоже считаются нормальными. Ну, база в колледжах тоже хорошая. Если вы изучаете какие-то IT-специальности, то там у вас будут достаточно сильные компьютеры, например, то же самое Apple. Вот, то есть, в общем-то, база тоже и учителя достаточно крепкие. Есть, в принципе, рейтинги, можно эти все рейтинги посмотреть. В описании к видео будет ссылка на, похоже на один из рейтингов, который какой-то достаточно обширный. Там будут вообще, по-моему, все учебные заведения Канады, которые только есть. Которые... Он называется, не помнишь? Нет. Отранжированные... Ну, будет ссылка, увидите. Они отранжированные именно по рейтингу в мировом, в внутриганадском и так далее. Там интересный такой сайт. Вот. И если вы едете учиться в каком-то таком молодом возрасте, когда вам, допустим, там после школы вы или... Ну, да, после школы... И у вас еще нет бакалавра, то учиться в Канаде вам вылетит, в принципе, в копеечку, потому что трехлетнее образование... Ну, вы 3-4 года закончите для получения бакалавра. Бакалавра. И программы бакалавриата в университетах, ну, бывает и в колледжах, они достаточно дорогие сами по себе. Там порядка 20 тысяч долларов для иностранных студентов. Ну, да, то зависит от программы от колледжа, еще от длины, от сроков, от всех сопутствующих вещей. Но мы, наверное, больше в нашем видео сконцентрируемся на постградуэйт образовании. Когда у вас уже есть корочка, там, диплом бакалавра, как минимум, можно диплом магистра. Ну, как минимум, бакалавра, это требование, да, у всех профессиональных колледжей для постградеют программы. Да, это именно тот возраст, который, ну, когда у вас уже есть это образование, и желательно, чтобы прежде, чем ехать в Канаду, вы уже поработали у себя на родине хотя бы пару лет, для того, чтобы потом, когда вы будете подаваться на экспресс-центре, вы показали свой опыт. Да, работали. Тогда с вами дополнительные баллы, то есть, да, с какие-то преимущества. Хотя, если вы в таком возрасте, когда вы еще не наработали опыт, значит, вы достаточно молоды, в принципе, баллов там тоже будет больше. Да, за возраст баллы, в принципе, компенсируют. Ну, в общем, если говорить о том, как найти и какую профессию выбрать, это, конечно, вот здесь вот такой вот большой-большой перекресток, на котором вы можете выбрать то, что вам интересно, то, что вы хотели, может быть, всегда изучать, не изучали. Или, может быть, то, что вы хотите там изучить глубже, чем вы занимаетесь. Но, опять-таки, это должно как-то логично ложиться с вашим мотивационным письмом, с вашей историей, почему вы все-таки выбираете эту программу. Почему вы туда едете, почему вы туда идете, и визу у офицера не должно быть, например, там, я не знаю, вы работали условно сварщиком, и сейчас хотите пойти на маркетинг. То есть, вы должны это обосновать очень хорошо, почему же такой идет разброс. Да, то есть, в идеале, идеальная история, когда у вас есть какое-то образование, полученное на родине, и вы в Канаде его улучшаете. Да, или образование у вас, например, было одно, но работали вы, в своей сфере деятельности была другая, вот как у нас, в принципе, там, у меня конкретно, и вы хотите вот в этой сфере продолжить развиваться. Речь идет о логичности именно подачи документов. На это очень сильно обращают внимание при выдаче виз, то есть, чтобы та программа, на которую вы ехали учиться в Канаде, она помогла вам в той или иной степени. Допустим, помогла вам в карьере, вы можете написать письме, что после окончания колледжа вы получите большую зарплату или большую должность. Даже не сказала, вы можете, она сказала, что вы должны это написать, потому что это дает вам один из вариантов, все спрашивают, как вы докажете, что вы будете возвращаться в вашу страну исхода, и вот вы приедете в Канаду, потратите кучу денег, об деньгах мы расскажем в следующем видео, и что же вам это даст. То есть, вы должны написать четко, не у меня будут какие-то карьерные возможности, написать, что вот после окончания этой программы, сейчас я получаю, например, условно, тысячу долларов в своей стране, после приезда я буду получать там две тысячи, и я смогу податься на должность, не знаю, по-моему, менеджера департамента, у меня будет десять подчинений, а через пять лет я буду получать там три с половиной тысячи, и у меня уже будет там двадцать пять человек подчинений, потому что это своим образованием из Канады, и прекрасным образованием, лучшим в мире, не забудьте добавить, там, одним из Канады, плюс знание языка, вы сможете здесь добиться там каких-то невероятных высот. Но вы должны быть предупреждены, что вот нельзя писать такие вещи, и при этом, чтобы на вашем месте работы об этом никто ничего не знал. Похоже, когда получают визы, визовые офицеры, они очень любят звонить по месту вашей работы, и уточнять у HR-ов, насколько то, что вы написали, соответствует действительности. Но они не будут уточнять по пунктам, там, дословесно, есть, знаете, что он собирается в Канаду, вы там будете ждать его, не будете, то есть, по крайней мере, пару человек у вас в организации, вот в HR-отделе, там, должны быть об этом осведомлены. Или же, если вы работаете на себя, вы должны написать там практически вот такой легкий бизнес-план о том, как же вы собираетесь улучшить ваш бизнес по приезду, по возвращению на родину. Да, и не спешите увольняться с текущего места работы, вот, как бы, сжигать мосты, уходить, там, хлопнуть дверью и так далее, поскольку он у вас все равно будет проверять. Это очень важно, чтобы у вас были хорошие отношения, и за вас могли люди, как бы, поручиться, что вот есть, вы такой хороший специалист, а после Канадского колледжа вы будете вообще незаменимы в компании. Ну, и плюс, потом вам придется брать справку о подтверждении вашего опыта, поэтому тоже не сжигайте мосты. В общем, выбор программы, конечно же, зависит от того, что вы хотите делать, но если уже смотреть на какие-то такие вещи, что же здесь востребовано, то, если есть возможность, наверное, я бы шла вот в IT. Да, любая профессия связана с IT, она сейчас в Торонто, в частности, если говорить, то количество вакансий в IT-сфере в Торонто сейчас превышает количество вакансий в IT-сфере в Сан-Франциско, в Селиконовой долине. Тестировщики, IT, именно, как бы, Application Developer, потом, кто там еще у нас в IT есть? Так, кто угодно, любая профессия, которая в IT... Ну, там, наверное, может быть, не системный администратор, конечно, задумывается. Которые не, вот, как я, они далеки от IT, то что бы мы советовали, это... Нет, давай скажем так, что бы мы не советовали, наверное. Ну, и то, и то. Значит, еще бы обратите внимание на сферу как Project Management, вот, которая, вот, в принципе, вот, живой пример сидит перед вами. Ну, я бы, наверное, даже сказать, я бы обращала внимание на сферу Project Management, а если есть особенно возможность пойти на программу либо IT Project Manager, специализированный IT Project Manager. Там даже не так нужны знания по IT, то есть, как бы, я думаю, там тут бэкграунд. Либо я бы шла на Construction or Engineering Project Manager, потому что вот такой broad, широкий Project Manager, как у меня, достаточно потом... Ну, с одной стороны, легко, потому что ты, как бы, не привязан к никакой специфике, но, опять-таки, очень часто работодатели, они ищут Project Manager, который все-таки является subject matter expert, в какой-то, в общем, шарит, короче, в своей сфере деятельности, если можно так сказать. Поэтому, если есть какой-то предыдущий опыт, там, в строительстве или в инженерии, то хорошо выбирать, например, Project Manager в этой сфере. Вот, потом, достаточно хорошо ценятся бизнес-аналитики. Бизнес-аналитики, мне кажется, еще это Big Data хорошо, наверное, пойдет. Можно, мне кажется, Procurement тоже. Да, любая профессия, связанная с логистикой, Supply Chain, закупки, Procurement, это все здесь тоже интересно. Contract Manager, тоже хорошая позиция. То есть, в принципе, вы будете... Единственное, что Supply Chainer можно аргументировать, почему вы хотите здесь поучиться и вернуться. А вот Contract Manager, ну, мне кажется, наверное, Contract Manager так и не учат узкоспециализированное. Вот. Если у вас, допустим, юридическое образование, здесь вы его, как бы, заново надо переучиваться. Поэтому можно идти на любые какие-то смежные профессии, связанные с работой с договорами, там, и так далее. Ну, как они это, на первый раз, объясняют, что они вернутся в Украину и будут работать по канадским схемам договоров, там. Ну... Единственное, что если ваша компания работает с канадскими, вы хотите сказать, что вот я пойду научусь для того, чтобы разбираться потом в последствии, там, с какими-то международными контрактами. Да, в общем, нужно проявить фантазию именно в аргументировании, почему вы вернетесь в вашу страну после обучения в Канаде. Есть вообще такой парадокс, когда вы подаетесь на учебную визу, то вам нужно обосновать, вот что... Это подразумевается о том, что вы едете в страну временно, то, что вы вернетесь туда, вернее, из Канады обратно в свою страну. И якоря, которые вас держат, они, как бы, должны быть явно видны. То есть это может быть, там, недвижимость, там, родственники предстарелые, дети, которые остаются. То есть, ну, много вариантов, на самом деле. Ну, плюс работа. Плюс работа, которая у вас будет после того, как вы вернетесь. Плюс история путешествий, к которой вы покажете, что вы везде ездили и всегда возвращались. Вот, в общем, и... А с другой стороны, когда вы это все дело подаете, то виза офицер все равно знает, что вы теми или иными способами все равно попытаетесь там остаться. Скорее всего, остаться. И даже они для этого придумали программу, ну, вот, экспресс-центры, которая, в общем-то, вам и дает дополнительных 15 баллов за окончание колледжа. То есть, такой-то трекий момент. Да, поэтому вот очень важно написать, чтобы вот в мозгу у виза офицера сложилось, весы перевесили именно в ту сторону, что вы вернетесь, чем в ту сторону, что у вас все масты сожжены, и вам некуда возвращаться, и вы по-любому останетесь. Да, я тоже недавно все думала, мне кажется, что визовый офицер, когда делает свое решение, он понимает, что если даже у вас здесь не сложится, у вас будет куда вернуться, и вы здесь не останетесь бомжевать условно. То есть, он должен понимать, что вы в отчаянии, через там год или два после окончания колледжа, там, отработав год, вы не будете в таком отчаянии, что вам просто некуда возвращаться. То есть, они должны понимать, что у вас есть эти пути отступления. То есть, мне кажется, здесь логика, наверное, такая, может быть, под этим. Да. Дальше еще, чтобы мы... Потом мы, наверное, не рекомендовали любые программы, связанные с маркетингом. Но именно маркетинг, который не маркетинг-аналист, вот именно, который работает с данными, с цифрами, а именно маркетинг, который направлен на понимание потребностей культуры страны, на... На понимание рынка. Рынка, да. Здесь очень сложно вам будет учиться, потому что нужно очень хорошее знание языка и очень хорошее знание местной культуры, которая, на самом деле, очень сильно отличается от той культуры, к которой вы привыкли. Да, опять-таки, они росли на других фильмах, они росли на других сказках, стихах. То есть, применение... С одной стороны, конечно, можно принести свой опыт, но очень часто нужно понимать, что-таки, культуру, как люди потребляют. У них другие потребности, на самом деле, другие потребности, чем у нас. Поэтому, если вы сильно, конечно, это дело любите, то почему бы обоится отца стоит, но если просто выбирать программу, то, наверное, не факт, чтобы он с этого начинает. Потом я еще, наверное, сказала, что бизнес-девелопмент или интерпренер, программа, которая обо всем и ни о чем… Они называются International Business. International Business. Это программа, которая совмещает в себе вообще все сферы, связанные с бизнесом. Там и HR, и закупки, и продажи, и продажи, и все что угодно. Такие программы люди идут, обычно, когда они не определились, что они хотят в жизни и хотят от всего нахвататься и потом уже определяться, куда они пойдут. Здесь больше ценятся узкоспециализированные профессии, когда люди четко знают, что они хотят, и развиваются в той или иной сфере. И потом легче находить работу, и самое главное – легче учиться. Если вы учитесь в Канаде, вы должны быть готовы к тому, что учиться тяжело. Учиться придется здесь, да. То есть просто так нафилонить, списать, посмотреть у соседа, у товарища, попросить кого-то сделать за ваше задание. Тут не получится. То есть тут нужно учиться, и учиться здесь тяжело. И чем больше такая, например, шире программа, как бизнес-давал, чем больше там предметов, например, 5-6-7 в вашем одном курсе, то вам нужно будет по этим 5-6-7 делать работы, делать презентации, читать, и это очень действительно напряжно. Особенно, если вы хотите совмещать это с работой, которая разрешена студентом. Еще такой момент. Вы должны четко для себя знать, вы едете сюда все-таки учиться, получать новые знания, развиваться, или все-таки едете больше с целью эмиграции. Если вы едете больше с целью эмиграции, то разумно выбрать ту программу, на которой вы не будете погребены в учебе. Которая будет дешевле. Которая будет дешевле, позволит вам, грубо говоря, зацепиться в канаде. Не более того, но при этом вы потом сможете найти работу. Но опять-таки вы потратите, может быть, чуть меньше денег, чуть меньше нервов, но в конечном итоге вы потратите 2 ваших года жизни, и потом эти знания не примените. Лучше, мне кажется, все-таки уже, если вы уже идете на этот шаг, то идти на него осознанно. Да, то есть нужно здесь балансированный подход, чтобы не зарыться в учебниках, и в то же время как бы достаточно легко пройти этот путь учебы, поскольку учеба на самом деле сложная. Да. Потом мы еще не сказали о том, какие же колледжи все-таки выбрать в Антарио, если мы говорим о Канаде и о провинции Антарио, в которой мы живем. Значит, в Антарио на самом деле все очень просто, есть 5 топовых колледжей, любой из которых… Ну, так скажем, в Торонто, в Антарио их больше, даже самое Лугонкин, их очень много. Вот если мы говорим про GTA, Great Toronto Area, то я бы назвала, да, там 5 из топовых колледжей. Это Хамбер, это Джордж Браун, это Сенека, это Шеридан и Сентениал колледж. Есть еще, есть еще много, то есть это такие 5 топовых, есть еще много, а там не совсем топовых. Это тоже самое там Лэмптон, потом еще есть… Шеридан. Я это назвала Шеридан. В общем, на самом деле мы разместим ссылку на список колледжей в Антарио. Там будут и колледжи, и программы, которые вы посмотрите, которые они дают. Это ссылка очень удобная, да. Вы выбираете отрасль, в которой вы хотели бы увидеть, например, бизнес или agriculture или HR. Кстати, HR тоже неплохая очень специальность, на которую можно идти. Я думаю. Но там сложно учиться. Ну там сложно, потому что там тоже достаточно широкий спектр, но она интересная, в принципе… Еще очень популярная здесь тема – это social worker, это социальный работник. На него, в принципе, легко учиться, и это очень восторгло. Что ты знаешь? Да? Да. Тут нигде, в общем, на самом деле, не легко учиться, особенно если вы там не любите учиться. Вот. И в этой ссылке очень будет интересно, выбирайте направление, выбирайте длительность программы, и она вам дает лист. И каждый такой список, и в каждой профессии, в каждом колледже есть меточка открыта, программа закрыта, веб-сайт. На веб-сайте находите «Tutition fee». Это стоимость обучения для international и для местных студентов. Для иностранных студентов оно обычно в два раза выше, поэтому вам смотреть туда. Да, здесь такой очень интересный момент – стоимость обучения для иностранных студентов в среднем 15 тысяч долларов в год. Еще очень важно, чтобы колледж, в котором вы поехали учиться, он был в списке одобренных колледжей, после которого дают разрешение на работу. Да, designated, то есть он должен быть designated и провинция в Антарио или в любой другой провинции. Этот список, на самом деле, легко очень проверить. Мы разместим ссылку в описании в этом видео. Вы сможете найти ваш колледж в этом списке. В Антарио там почти 500 учебных заведений находятся в списке. Это важный момент. Бывают частные колледжи, в которых обучение стоит очень дешево. Люди учатся, а потом по итогу не могут получить work permit и остаться еще для того, чтобы набрать опыт канадский и получить больше баллов по Express Entry. Да, то есть такой важный, важный момент. Postgraduate work permit, который позволяет им остаться работать здесь, будет только после окончания колледжа, который входит в список одобренных колледжей провинции. Да, для того, чтобы получить work permit, вы должны отучиться минимум 8 месяцев на full-time программе. Не заочно, а именно сидя за партой, учить. После 8 месяцев вам дадут год разрешения на работу. Для того, чтобы дали 3 года разрешения на работу, надо отучиться 4 семестра по 4 месяца. Ну, то есть, получается, 2 года в общем-то. 2 года. Получается, это 12 месяцев по сути, 16 месяцев, но за 16 месяцев учебы вы получите 3 года рабочую визу. В общем-то. Поэтому мы всем советуем все-таки идти на двухгодичную программу, которая вам даст больше запаса времени для того, чтобы решить все ваши вопросы с поиском работы, с иммиграцией и так далее. И еще такой нюанс, есть, тоже быстренько скажу, есть программа так называемая с КОПом. КОП – это практика, которая может быть как в середине вашего обучения, либо в конце для того, чтобы вы прошли практику в какой-то компании. Вот. Если есть такая возможность брать программу с КОПом, мне кажется, это тоже большой очень плюс. И получите и опыт местный, как часть программы. И, возможно, станете сработать. И, в принципе, КОП очень часто стоит в семестр дешевле, чем в семестр обучения. Значительно дешевле. Да. Еще по поводу обучения, стоимости обучения. Местные товарищи, которые уже имеют пиар, платят за обучение в том же самом колледже, на той же самой программе, иногда в 3-4 раза меньше, чем иностранные студенты. Да. Цена для иностранцев отличается. Поэтому, если вы едете вдвоем, один человек учится, а вы второй человек работаете, вы в итоге получили пиар спустя 2-3 года, то можно поменяться, в принципе, тот человек, который не учился, может пойти опять учиться на какую-нибудь программу, которая ему хочется для того, чтобы поднять свою карьеру и стоимость обучения уже будет значительно меньше. Ну вот, поэтому… Еще один момент по поводу поиска работы, не поиска работы, а именно… Выбора программы. Какую программу выброс еще в будущей профессии. Тоже очень легко проверить. Заходите на местные сайты, которые предлагают работу, просто введите вакансию, которую вы получите, ну не вакансию, а именно должность, которую вы могли бы получить после окончания той или иной программы. Сайты мы выложим, там indeed.ca, в принципе, там есть все, и даже зарплаты можно посмотреть. Если вы вводите там бизнес-аналист, вы видите, сколько выпадает профессий, точно так же вы можете сразу посмотреть среднюю зарплату и увидеть. То есть, если вы какую-то профессию вводите, и видите, что там последнее объявление было дано, не знаю, 10 дней назад, и их всего там 20 штук, или по какой-то провинции, то, наверное, там дела не очень хорошо в этой сфере обстоят. Лучше такую профессию не делать. Да, можно смотреть профессии, которые популярны на самом деле. Вот. И важный тоже момент. Стоимость обучения, конечно, ну она как бы не самая маленькая, то есть там 15 тысяч в год, там за два года 30 тысяч. Но вы должны как бы четко осознавать, что это все деньги, это вы их не тратите как бы просто так. Это инвестиции в ваше будущее. Вот фактически вы через там два года работы уже на должности, а может даже за первый год вы их полностью отработаете, отобьете. Вот поскольку вот на нормальные такие базовые позиции начинаются зарплаты там 40-50 тысяч в год. Вот в принципе. Вот и все. То есть вы свое образование в Канадском колледже после нескольких лет работы спокойно компенсируете. Ну и там вам такси еще вернутся, то есть порядка трех тысяч, наверное, вам потом еще вернутся в виде налогов. Вот за это все дело, там за два года обучения. Поэтому, если так кратенько все, кратко не расскажешь. Выпуск, наверное, длиннее, может быть, но мы считаем, что советы даны важные, и это действительно важный шаг в вашей жизни, какую программу выбрать, если вы уже идете в таком осознанном возрасте учиться. Да. Поэтому инвестируйте в себя, в свое будущее, и с умом инвестируйте, и да. И все у вас получится. Да. Приезжайте в Канаду учиться. На этом наша третья серия окончена. Подписывайтесь на наш канал. Скоро выйдет четвертая серия, посвященная финансам. Сколько стоит жить в Канаде, какие затраты вы понесете помимо учебы. Если вам страшно, можете пропустить следующую серию. Она выйдет в вторник. Подписывайтесь на канал. Не пропускайте следующую серию. Пока. Пока.